Признаем, что у нас нет выбора Милан отстранен от участия в Лиге Европы сезона 2019-20. 28 июня 2019 года, 22-23 Полина Стаменкович, спортивный арбитражный суд в Лозанне, КАЗ, принял решение отстранить Милан от участия в Еврокубках сезона 2019-20. Причиной стало нарушение финансового фейерплей в период с 2015 по 2018 год. Руководство многократного чемпиона Италии согласилось на дисквалификацию. За отведенный период клуб рассчитывает стабилизировать свое экономическое положение. Его место в Лиге Европы у Ефа займет столичная Рома. Итальянский Милан отстранен от участия в Еврокубках в следующем сезоне в связи с тем, что его убытки за несколько трехлетних периодов превышают установленный лимит. Такое решение вынес спортивный арбитражный суд в Лозанне, КАЗ. Милан исключен из турниров под эгидой Союза Европейских футбольных ассоциаций, УЕФА, в сезоне 2019-20 из-за нарушений своих обязательств по безубыточности финансового фейерплей в периоды с 2015 по 2017 год и с 2016 по 2018 год, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КАЗ. Сложившая ситуация стала одним из немногих случаев добровольного согласия на дисквалификацию. Руководство Россонерии пошло на соглашение с УЕФА в связи с непростым финансовым положением, возникшим в результате действия предыдущего владельца клуба китайского бизнесмена Анхонали. По их мнению, преемник Сильвия Берлускони, возглавивший Милан в апреле 2017 года, не справился со своими обязанностями. Эти потери и связанные с ними нарушение правил финансового фейерплей как следствие действий, предпринятых при предыдущем владельце, привели к санкциям со стороны УЕФА. Опечалены тем, что наши болельщики не смогут увидеть, как их команда будет участвовать в Еврокубках в следующем сезоне, клуб в то же время уважает существующие правила. Мы признаем, что у нас нет выбора, можно только принять санкции. Сообщается в пресс-релизе Милана. В то же время нынешние владельцы выразили уверенность в том, что за отведенный срок клуб сумеет стабилизировать ситуацию и исправить финансовое положение. Футбольная Лоскала, почему разгорелась дискуссия вокруг судьбы главного миланского стадиона президент Милана Пауэл Лоскара не подтвердил информацию о том, что в скором времени стадион Джузепи Меца может прекратить свое. Кроме того, одним из важнейших пунктов реформ является строительство стадиона. По посчетам нынешних владельцев, содержание Сан-Сира, также известного как стадион Джузепи Меца, имеющего многолетнюю историю, но не соответствующего современным требованиям, обходится дороже, чем будет стоить возведение новой арены. Кроме того, переезд также должен обеспечить увеличение доходов. В связи с этим Милан и Интер, делящие между собой поле одного из старейших европейских спортивных объектов, пришли к соглашению о сотрудничестве в данной сфере несмотря на то, что новость о сносе Сан-Сира вызвала широкий общественный резонанс. В связи с нестабильным финансовым положением Россонери приходится с осторожностью вести и трансферную политику. Так, по сообщениям местных СМИ, в скором времени команду может покинуть галкипер Джану Луиджи Дон Норма, контракт с которым заканчивается лишь в 2021 году. На 20-летнего футболиста претендует французский ПСЖ, и в Милане рассчитывают выручить за него 50 миллионов в сезоне 2018-19 Милан занял пятое место в серии А, что давало ему право напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Теперь же в связи с дисквалификацией его место займет Рома, а Торино начнет свой путь в Еврокубках с квалификационного раунда.